На минувшей неделе завершился групповой этап школьной баскетбольной лиги. Напомню, соревнования проходили в школе номер один и первой гимназии. Из двух подгрупп, как и у юношей, так и у девушек, в полуфинал вышли по четыре сильнейшие команды города. Все выходные они готовились и настраивались на свои встречи. Ведь за выход финала осталось сделать один шаг. Каждый день проходили тренировки. Мы готовились усердно также. Настроены такты на победу. Наша сегодня цель выигрывать. За первое место бороться. Естественно, финальные встречи принял физкультурно-оздоровительный комплекс юбилейный. А поддержать ребят трудную минуту пришли их болельщики. В их числе и бывшие преподаватели. Я вообще-то люблю вот эти школьные соревнования, потому что по образованию я учитель. И всю жизнь посвятил именно работе с детьми. А вот баскетбол, первенство города по баскетболу, это, конечно, очень здорово. Очень хорошая организация проведения данных соревнований. На сегодняшний день очень хорошее судейство. Очень хорошо судят объективно. И, я бы сказал, как эффективно, что ли, и так далее. То есть есть и воспитательные процессы, и игровые моменты. Поэтому, и еще бы я сказал, что именно возраст игроков очень разнообразный. Ну, разнообразный. Здесь играют и восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые классы. Вот разные возрасты. Это сплачивает, сплачивает именно детей. Ну, я бы сказал, какой-то дружный игровой коллектив. Первая полуфинальная игра. Первый свисток. Старт финальной части открыт. Первыми на баскетбольную площадку вышли сборные школы номер один и первые гимназии. С самой первой секунды началась ожесточенная борьба. В первой четверти инициатива была на стороне первой гимназии. И была уверенность в их победе. Но перерыв поменял игру. Здесь свою лепту внес тренер баскетбольной команды первой школы. Ну, встань, баскетбольный мяч, есть дырка. Вот он лезет, не хочу, ставься за стол. И подбой, подбой, все вылезает. Ну, где вы взяли? Давай, 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 давай. Перелом случился после перерыва. Раз за разом игроки первой школы прорывались к счету противника и забрасывали мяч в корзину. В итоге со счетом 34-26 школа номер один выходит в финал баскетбольной лиги КС Баскет. С начала игры мы с командой были разногласия, но не понимали друг друга. После первой четверти как-то тренер нас убедил, натолкнул нас на правильное русло, как нам нужно правильно действовать. И потихоньку игры мы начали больше атаковать, проводить какие-то игровые моменты и операции. Они проходили у нас успешно. У нас было взаимопонимание, мы друг друга слушали, чувствовали в игре. И это нам помогло в победе. У юношей в финал прошла также команда РПЛИ. У девушек за победителя встретится школа номер три и БРГИ. Полуфинала и у юношей, и у девушек закончены. Теперь 1 ноября будут сыграно финальные встречи, где и узнаем лучшие баскетбольные команды нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова